Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня наш гость Нина Коваленко, член Ульяновского отделения Российского союза профессиональных литераторов. Нина Коваленко пишет стихи и прозу. Она автор книг «Синусоиды чувств. Как на духу, какая встреча». Итак, слово нашему гостю. Здравствуйте. Спасибо, Елене Викторовне, за то, что представила меня. Я расскажу о себе немного подробнее. Я родилась в семье военного. В семье было пятеро детей. Мой отец – ветеран-участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Но его война началась еще раньше. В 1938 году он был призван на срочную службу на Дальний Восток. А там, в 1939 году, Япония напала на Монголию, и монгольское правительство просило наше правительство помочь им. И отец принимал участие в этих боях, за что он имеет награду от правительства Монгольской Народной Республики за победу на Халхинголе. А война с 1941 года достала его в Первой Краснозаменной армии. После войны отцу очень хотелось стать военным. И он окончил школу МГБ, Министерство государственной безопасности в Ташкенте, и стал кадровым офицером. Наша семья вслед за направлениями отца переезжала по стране много. Но последние 30 лет он работал в управлении ФСБ города Ульяновска. Как старший оперуполномоченный особого отдела в ИЧК, а потом ФСБ. Закончил службу подполковником. Я много писала стихов о своем отце, о фронтовике. И два из них сейчас вам прочитаю. Девятое мая. И весну как-то млековалась, обнималась, но не расскажу вам про войну, что осколками во мне осталось. В день поведы праздник наш святой будет снова снится мне, я знаю. Другу, что у могилы под звездой, я свои медали надеваю. Отец во сне кричит, огонь, и матерна лютует. А мама говорит, не тронь, пускай уж довоюет. А мама была родом из крестьянской семьи, из села Ваецкого, Маньского района Ульяновской области. Она получила образование, была преподавателем химии и ботаники. В войну преподавала в Маньском районе в школах, за что тоже имеет звание ветеран Отечественной войны. Но потом родила пятерых детей и оставила преподавательскую деятельность. Когда она была беременна мной, четвертым ребенком. Отец как раз учился в Ташкенте. Мама была одна и трое детей наши. И она поехала меня рожать к своей матери в село Ваецкое, Маньского района Ульяновской области. Это село и стало моей малой родиной. Я не жила там постоянно, но каждое лето меня отправляли на весь сезон бабушки и дедушки. И эти воспоминания о деревенском детстве стали лучшими воспоминаниями моей жизни. Особенно в последнее время я много пишу стихов на деревенскую тему. Деревенские. Всегда добры, всегда сердечны. Наивны могут быть, как дети. Но лучше понимать о вечном они умеют. Уж поверьте. Простая изба, в углу иконы. Душа здесь будто отдыхает. Беседуют без пустозвона. Подолом руки вытирают. Деревенское детство. Ах, деревенская ленца! Приятно вспомнить дни иные. На старом сундуке в сенцах полуденные сны цветные. А за окошком летний зной. За шторкой в стекла бьется муха. А здесь прохлада, лень, покой. Ничто не достигает слуха. Проснувшись к речке босиком, Помчусь с веселой ватагой. За речкой молнии и гром. Но это ж за седьмым оврагом. Бык, пьющий воду из реки, По ветру носом вдруг потянет. И синие вдали штрихи Все близится, и ливень грянет. А детвора того и ждет. Насквозь нам весело промокнуть. Дед тащит в баньку. Веник жжет, но дед суров. Не смеешь ойкнуть. Концерт лягушек с дальнего болота. По горизонту вверх ползет луна. И звезды вышли на свою работу. Под ними степь широкая видна. Иду домой проселочной дорогой. Вдали, родные, светят мне огни. Об этом всем даровано мне Богом. Прошу его, спаси и сохрани. В селе детство. По степи бегут тропинки. Все куда-то доведут. Положу я в рот былинку. Огляжусь, была я тут. На сто верст одна стояла У околицы ветла. Молния в нее попала И сожгла ветлу дотла. Там в степи забор погоста. Из села его видать. Мне когда-то с малороста Было взглядом не достать. На погосте ровной строчкой Все фамильные кресты. Мать, отец и сын, и дочка. Ах, подруга, здесь и ты. Там, где жили, там остались. Над могилами покой. К берегам другим не рвались. И чужого солнца зной Вас не жег. Здесь жили в мире И в любви к родной земле. Ну, а я металась в тире, Где стреляли и по мне. По селу иду чужая. Не была лет пятьдесят. Господи, да это ж рая. Со скамейки мне кричат. Вот старушки обознались. Это ж маму звали так. Мне черты ее достались. Улыбнусь, умерю шаг. Чай попили с рафинадом. Надо в погреб заглянуть. Рассказать про всех нам надо. А кого и помянуть. Ничего, что я не рая. Здесь признали и меня. Так сердечно обнимая. Не чужая я родня. Часовня. Там за речкой есть часовня. Манит и к себе зовет. Трем векам она уж ровня. Перейти лишь речку вброд И шагать тропой степною, Где ковыль к земле приник. Освещённую водою Над часовней бьёт родник. Сколько лет уж собираюсь Я дойти до родника. Но грехов своих пугаюсь. Перекрестится ли рука? К чистому ведь чистым ходят. У реки я всё стою. Может, кто-нибудь отмолит Душу грешную мою. Встану рано, Выйду за заборы. Воздух чист До всех краёв небес. И сиреневым окутан флёром За полями дальний мокрый лес. В рыжем поле Видны еле-еле Так по-русски Дождик моросит, Превращая осень В акварели. И любовью Грудь мою щемит. Мечта моя В глухом селенье Да в деревянном тёплом доме Пить с бабушкой Чай с вареньем, Где никого Нас с нею кроме, Где страха нет И новость света Не доберётся Глухомане, Где счастье Пить в покое этом Смородиновый чай В стакане. Первые четыре класса Я окончила В поселковой школе Станции Глотов Кандинского района Ульяновской области. Там рядышком стояла Воинская часть, Где мы проживали с семьёй. А когда я перешла В пятый класс, Мы переехали в город Ульяновск. Здесь я окончила Среднюю школу номер 38 И затем поступила В Ульяновский Педагогический институт Имени Ильи Николаевича Ульянова Тогда он ещё Не был университетом На историко-филологический Факультет Никогда не забуду Лекции незабвенного Петра Сергеевича Бейсова Он читал нам Лекции по старославянской Литературе На нашем курсе Двое писали стихи Я и Валерий Кружко Об этом человеке Надо сказать особо Это был самобытный поэт Философ Яркий патриот Он никогда не заботился о том Чтобы издавать книги своих стихов Публиковал изредка В ульяновских газетах Но его Публиковали с удовольствием До определённого времени Наступили 90-е годы Валера был очень несогласен С тем, что творится в стране И его стихи стали Острогражданскими Его признали диссидентом И уже нигде не печатали И вот тогда он чуть не уехал в Израиль Но не смог покинуть родину И здесь я хочу сказать Огромное спасибо Нашему Литературному краеведу Николаю Викторовичу Марианину А также Светлане Матлиной За то, что они Смогли издать Посмертный сборник стихов Валерия Кружко «Пыль пепла» Марианину надо прямо сказать Отдельное Огромное спасибо За то, что он собирает И сохраняет для нас И потомков Стихи вот таких самобытных Ярких поэтов Которые, в общем-то Были при жизни неизвестны Как Валерия Кружко Как Владимир Жилкин Недавно по его инициативе Был издан Изборник Владимира Жилкина Я, конечно, писала Своему другу Валерию Кружко С которым мы Ну, часто Читали друг другу стихи Показывали свои тетрадки Петру Сергеевичу Бейсову Он одобрил И одно из стихотворений Посвященных Валерию Я сейчас прочитаю Называется «Большие поэты» Читаю Сырневу Потом Кружко И холодок Межрёбер пробегает Нож их поэзии Скользит легко Но толщину какую Прорезает Как можно так Не зависть у меня А изумление Глубиной их зрения Их истинные межстрочные Разят Из тайных омутов Стихотворения Так свою душу Жертву отдавать И класть неистово Без жалости На плаху Призрев других Себя в них презирать Рвать честную В крови Свою рубаху Я не сумею Не смогу понять В какие сферы Носят их за словом Возможно И они могли не знать Что каждый в лоб Был Богом поцелован Но так случилось Что я Не проучившись Даже года Оставила институт По разным причинам Раздумывала Что же делать дальше И тут В Ульяновской правде Увидела объявление Впервые Для центрального Телеграфа Города Москвы Набор в группу Обучения Телеграфисток И пошла Окончила Конечно Ну почему конечно В общем Окончила с отличием Там меня научили Тому Как можно Глядя только на текст На пюпитре Вслепую Десятью пальцами Печатать тексты Это очень Прогодилось мне В дальнейшей жизни Я благодарна Этому ГПТУ Номер 5 И так В 1972 году Нас отправили в Москву Нашу группу Меня как отличницу Направили в международный цех Где было очень интересно Но работа была Просто Выше крыши Я до сих пор У меня бегло Читать перфоленту Хотя она уже отмерла И нигде Никому не нужна Там Я Продолжила Писать стихи Прозу И как-то послала Парочку стихотворений В многотиражку Советский телеграфист Потом уже Просто телеграфист Которая выходила На нашем центральном телеграфе И распространялась По всем центральным телеграфам Городов страны Юрий Фединский Был там редактором Однажды он предложил мне А давай-ка я дам тебе Сто строк в номер Рубрику И ты будешь В него поставлять материалы И я Публиковала там свои репортажи С культурных мероприятий Москвы Или посвященные датам В основном Литераторов И Художников И он же направил меня В школу рабкоров При МГУ Двугодичная школа Рабочих корреспондентов Я ходила туда с удовольствием Окончила с отличием Нам читали лекции Там такие Замечательные журналисты Например Владимир Молчанов Он тогда был еще Молодой репортер АПН Агентства политических новостей Только что вернулся Из длительной командировки США И очень много интересного Нам рассказывал И тогда же я впервые Опубликовала свою прозу В рязанском журнале Край городов Литературном журнале Это был 2004 год Журналы были еще бедные Вот на такой бумаге Печатались Желтенькой Я тут опубликовала свое эссе Опубликовала Куда бежишь ты И времена были тяжелые Пришлось мне оплатить Эту публикацию Времена были тяжелые И для нас И для журналов И для журналов В 2017 году Спустя 45 лет Я вернулась в родной город Ульяновск Да, надо сказать, что в Москве Когда я писала много стихов Я их скидывала в полиэтиленовый мешок Который постепенно превратился В большой такой надутый мешочек И когда я приехала в Ульяновск Мне стало интересно А какие здесь выходят журналы Литературные И я обнаружила Два замечательных журнала Мономах И литературный журнал Симбирск Стала покупать их В киосках И однажды, читая журнал Симбирск Я наткнулась Строчки о Валерии Кружко Написала воспоминания о нем И послала в редакцию Елена Викторовна Кувшинникова Опубликовала Эти мои воспоминания Я написала ей, что я и стихи пишу Отправила ей свои стихи Она сделала Выборгу И тоже опубликовала И с тех пор Пошло замечательное сотрудничество С этим журналом Который я просто обожаю Поскольку я интересовалась Авторами Ульяновска Литераторами Я ходила в библиотеку номер 4 Которая рядом с моим домом находится И брала там томики стихов Евгения Ларина Татьяна Мельник Виктора Малахова Елена Токарчук Александра Лайкова Елена Кувшинникова И других И однажды Мне сказали Что вообще-то В этой библиотеке Раз в месяц собирается Поэтический клуб Пегас От Ульяновского регионального отделения Российского союза Профессиональных литераторов Я стала ходить на эти встречи Читать там свои стихи Коллектив там оказался Дружный, теплый В это время я в 2020 году Издала свой первый сборник стихов Синусоиды чувств С которым мне очень помогла Елена Викторовна Кувшинникова Я очень ей благодарна А в 2021 году Издала уже сборник рассказов Какая встреча Тоже здесь И тогда уже в 2022 году Меня приняли в ряды Российского союза Профессиональных литераторов Чуть позже В 2023 году Я издала И первый свой роман Получился очень такой Объемный Сейчас бы я вдвое сократила Подредактировала Но, как говорится Книга вышла Живет уже своей жизнью Отдельно от автора И воробушек улетел Но вернемся к стихам Я считаю свои стихи Социально-гражданскими Кому-то они могут Показаться приземленными Но я однажды услышала Из уст Той же самой Елены Викторовны Кувшинниковой О нас, поэтах Что да, мы разные Но всем нам Тире Быть Выслышательный знак Я Пишу, как пишу Хочу быть Быть собой Пишу, что затрагивает душу Конечно, о родине О нашем менталитете О городе О Волге О соседе О девочке, качающейся Качающейся на качелях Во дворе Прочитаю Обо всем этом Моя родина Вечностью дышишь Край чужой Не сравнится с тобой Здесь Ямщицкую песню Услышишь Сквозь века Чуткой русской Душой Это Русь И поля И дубравы Степи вольные Нет им конца И в просторах родных Столько славы Что не сбить Никому Златвинца Родине Талантливой ты моя Душевная На правде Век стоящая И совести Ты, Родина Колоколами певная Святые для меня Все твои повести Есть дни Когда мы ощущаем Родину И понимаем Кто мы в ней Простые люди Незаметны вроде бы Но мы Атланты Родины Своей И о нашем Менталитете Трагическое Более понятно Страдание К сердцу Движется Быстрее Такие предпочтения Во внятом Мне троих Мне троих всех Жалко Такие русские Мы люди Мы всех подряд Жалеем И даже к тем Чьей жертвой будем Сочувствие Имеем Ну и о нашем Сочувствие 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 Кроме книг Кроме книг Трех Которые я сдала Я часто принимала Участие В альмонахах Ну Венецпоэзии Например Конечно Публиковалась В журнале Симбирск В литературном Альмонахе Гончаровская Беседка Даже сподобилась Поучаствовать В Кишиневском Альмонахе Это Молдова Триумф Короткого рассказа Благодаря Поэтессе Нине Джоз С которой У нас теплые связи Она тоже Украинка И русская И сейчас Очень тоскует По родине В Кишиневе Ну И мне очень нравятся Наши встречи В наших Поэтических клубах В Пегасе Руководителем Нашей Нашего Регионального Отделения РСПЛ Является Надежда Ивановна Малышева Это человек Труженик Дружелюбный человек И благодаря ей Очень хорошая Атмосфера В нашей секции Мы часто ездим В область С выступлениями Летом Каждую субботу Выступаем В Карамзинском сквере Собираем Большую публику Я благодарна РСПЛ За то Что я здесь Познакомилась И общаюсь С такими людьми Как Виктор Малахов Нина Дубовик Нина Климко Инна Зеленкова Александр Тимаков Раиса Рябова Лидия Степанова Равновесия Спасибо огромное За внимание До свидания Дорогие друзья Благодарим Нину Коваленко За участие В нашей программе Желаем ей Вдохновения И радости А всем вам Светлой весны Редактор субтитров А.Семкин